Утраченное величие и красота, стертая беспощадным временем и человеческой беспечностью. Усадьба Кошлевых в Путятинском районе, когда-то блистательное и ухоженное, сегодня представляет собой печальное зрелище. Елизавета Дорохина продолжит тему. Полуразрушенная кровля, растительность на потолке и стенах. Кадры в лучших традициях постапокалипсиса. Бесхозная постройка на краю деревни, когда-то процветающая имени Сапожковского уезда. Усадьба Кошлева, памятник архитектуры начала 19 века, уже около 10 лет стоит в руинах. А начиналось все в 1835 году. Тогда Александр Иванович Кошлев, либерал и крупноземский деятель, философ и писатель, приобрел здесь 40 тысяч десятин земли. Фигуру по истине всероссийского масштаба здесь прежде всего помнят как рачительного хозяина. Всего за пару десятилетий имение стало одним из лучших в России, а владелец одним из богатейших в империи людей. Будучи славянофилом, Кошлев стал и проводником грамотности. В 1839 году во флигеле имени была открыта одна из первых школ в Рязанской губернии. Вообще на его деньги и деньги его супруги Ольги Федоровым было построено 9 школ для крестьянских детей, потому что Кошлев считал, что крестьяне относители особой духовной нравственности. Это основа основ России, ее развития. Он построил винокуренные, маслосыродильные и сахарные заводы, а водка из Сапожковского уезда стояла на столе самого государя-императора. Но после смерти хозяина руководить поместьем стало некому. У потомков, видимо, были другие планы. Разграбляли поместья те, кто еще несколько лет назад покорно служили помещику. Спир был спущен в реку, на луга там, черпали, пили, жгли, крушили только что могли. Потом было разграблено само имение, а советские власти, я так вот все-таки считаю, что еще много было тех, представители, то еще царской России, значимых людей, вот основательно, много все-таки было. Они все-таки сочли нужную в 1929 году открытую сельскохозяйственную технику. Однако в 90-е закрылся и он. Поместье пережило пожар, вода из чистейших прудов давно спущена, а территория заросла травой, кустарниками и деревьями. И память здесь хранят лишь стены. Кирпичная кладка, пожалуй, единственная, что переживет еще не одно столетие. Елизавета Дарухин, Евгений Леонов, Вести, Рязань.